Сложная дорожная ситуация. Не первый день в час пик не складывается сразу на двух участках Минского МКАД. Заторы и пробки на третьем и двадцать пятом километрах осложняют движение транспорта из-за ремонта путепроводов. Наш корреспондент Юрий Шевчук отправился на место, чтобы оценить картину, что происходит в эти минуты на Кольцевой в районе съезда на улицу Франциско-Скарины. Узнаем прямо сейчас. Юрий, вам слово. Здравствуйте, коллеги. Сейчас на МКАД, на третьем километре, где мы находимся на съезде на улицу Франциско-Скарины, пробка полностью рассосалась. Хотя еще буквально полчаса назад, когда мы сюда приехали, пробка была девятибальная. Отмечу, что несмотря на то, что рабочий день уже закончен, ремонтные работы на объекте продолжаются и сейчас. Напомню, что пробки на МКАД стали образовываться на прошлой неделе, когда сразу два путепровода были отправлены на реконструкцию. На третьем километре МКАД, где мы сейчас и находимся, и на двадцать пятом километре возле съезда к филиалу Белгосуниверситета. Об ограничении движения дорожники предупреждали заранее. СМИ также просят выбирать водителей альтернативные маршруты движения, но так или иначе заторов избежать не получается. Отмечу, что ремонт требования безопасности конструкции, возведенные еще в 80-е годы, полностью заменят на новые. Открыть движение на обоих объектах планируется уже к маю, поэтому во время вторых европейских игр движение будет полностью открыто, а путепроводы функционировать. Затем, после спортивного первенства, ремонтные работы продолжатся. Отмечу, что несмотря на то, что специалисты говорят, что подобные работы длятся примерно два года, наши дорожники обещают справиться с поставленной задачей уже к концу этого года. Коллеги.